Всем привет. Будучи блогером и стримером, у меня выработалась довольно вредная привычка, сомневаться во всем до последнего. Да, вот так. Скорей всего это меня так аудитория воспитала, которая довольно тонко чует лажу и при малейшем сомнении требует пруф или ссылки на достоверные источники. И вы сами понимаете, в таких условиях нельзя доверять слухам и домыслам, пока все не перепроверишь. Так было и со слухами о возможном выходе фреш серверов WoW Classic. Тема довольно волнующая, многие ждут и хотят открытия новых серверов ванилы и постоянно об этом спрашивают, там ПТР открыли, фреш, че фреш будет? Ну да, открылся ПТР ванилы и что, где написано что это тестирование фреш сервера. Тестировать могли все что угодно, даже учитывая то, что ванила сейчас пребывает в полусонном состоянии и онлайны на серверах WoW Classic не блещут, это не повод не фиксить текущие баги, которые наверняка еще остались. Кроме этого, была инфа, что вводилась новая функция трассировки лучей для видеокарт, в ванилу тоже. Поэтому мне хотелось увидеть что то более определенное, интервью разработчика, пост на оффоруме, то от чего можно было отталкиваться. К тому же в этом деле еще мешал голос разума, который подсказывал, что открытие фреш серверов плохая идея в целом. Да это событие привлечет на какое то время игроков, да те кто провтыкал старт ванилы в 2015, не прочь бы ворваться в классику сначала, с толпами таких же игроков, не на полупустые сервера, где скажем честно вне гильдии другой жизни нету и собрать пачку рандомов в инсты практически нереально. Кстати, те кто сейчас играет в серверах, расскажите пожалуйста про ваш опыт прокачки на лоу левеле, как часто вам удается попасть в инсты, очень интересно. Сейчас мне периодически на стримах задают вопросы, а стоит ли начинать играть в классику. В 2019 я мог с уверенностью сказать. Стоит, сейчас же довольно сложно советовать об серверах в классиках. Приходится объяснять подробно, что там игрока будет ждать по факту. Зато я могу с уверенностью сказать, что нажав на кнопку подписки и колокольчик со всеми оповещениями, вы регулярно будете узнавать обо всех последних новостях и событиях в мире Волла и Фаркрафт. Кроме этого я буду вам просто нереально благодарен. Спасибо дорогие мои. Так вот, фреш сервера бы эти сомнения отбили, но взглянем на эту идею с другой стороны. А что будет с игроками, которые остались на вечной классике? Их и так немного, а станет еще меньше. Если сейчас есть хоть какой то приток свежей крови на вечные классические сервера, то с выходом фреш и туда 100% уже никто не пойдет. А спадет хайп фреш серверов. Что дальше? Получаем еще сотни пустых миров, вдобавок уже существующим. Не, я понимаю, большинству игроков абсолютно наплевать, что будет со старыми игроками на классике. Это их проблемы и вообще какой интерес несколько лет дрочить один накс. Неужели не хочется что то новенького? Ребята с пирата клича тихонечко усмехнулись. Но мне кажется Близзард тоже должны были об этом подумать и от идеи фреша отказаться, сосредоточив силы на новом контенте и выпуске очередных классических дополнений. Ну я так думал до тех пор пока не вышел официальный пост от Близзов, что у них все таки мысли в этом направлении есть. Не будем читать все, про БК мы поговорим в отдельном видео, зачитаю конкретно отрывы касающиеся темы классики. Мы также работаем над нововведением для игроков в Off Classic, которые сообщили, что хотели бы начать с чистого листа и позднее расскажем подробнее об этих планах. Ну то есть планы есть. И как говорится сказал А, говори и Б. Раз эта инфа хотя бы вскользь в пресс релизе упомянулась, значит факт подтверждения работы на фреш серверами присутствует. Вопрос только в том, какие это будут сервера. Ну потому что по факту, у них уже есть готовый проект, оточенный, в меру допиленный, с уже известными ошибками открытия контента, который Близзард уже во второй раз не допустит. Ну я надеюсь не допустит. Можно даже сказать, что у них прошел масштабный двухлетний бета тест и сейчас глядя на результаты, можно выпускать идеальную игру с точки зрения фанатов Off Classic, если конечно они усвоили прошлый опыт и услышали мнение игроков. Ну судя по посту это как раз так. Сейчас мы не будем фантазировать по поводу какая это будет игра. Подождем еще немного времени, когда появится больше информации. Ну я почему то уверен, что будет годно. Ну есть у меня такое предчувствие. Близзард хоть и переживает сейчас свое не лучшее время, но все же не собираются скатываться дальше. Для того чтобы восстановить доверие и любовь своей аудитории, им надо работать. И работать намного лучше. Я слышал теории о том, что на фоне скандала в компании, работа над World of Warcraft остановилась и когда выйдет новый патч неизвестно. Ну вот, вот подтверждение что это не так. Уже вышло описание изменений в патче 9.1.5 и игроки в целом довольны. Все те кто вчера хранил Близзов и требовал дропать продукты компанию, уже поют другие песни, что вот, мы добились своего, нас услышали, Близзард наконец-то обратили внимание на то что хотят игроки. Ну кстати так и есть. Смена руководства Близзард похоже дает результаты. Несмотря на то, что есть мнение, что новый директор компании Майк Эбара приложил руку к новому патчу World of Warcraft. Он это отрицает и клятвенно заверяет, что новый патч это заслуга текущей команды WoW, в том числе и ее руководители Иона Хазикостаса. Иваныч, как мы вчера на стриме сказали. Так это или нет, не важно, главное, что есть положительные изменения. А я напомню вам о подписке на канал, ваша поддержка очень помогает в развитии. За ваши лайки и комментарии я говорю вам огромное спасибо и постараюсь дальше радовать актуальными и хорошими новостями. Удачи, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова